Проект закона об областном бюджете на 2016 год принят Думой в первом чтении. Это значит, что парламентарии пока лишь утвердили основные параметры. Доходы – 27 миллиардов, расходы – 30 миллиардов, дефицит – порядка 3 миллиардов рублей. Более половины трат пойдут на социальные нужды. Все виды поддержки граждан сохранены на уровне 2015 года. Самые ресурсоемкие – это меры, связанные с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. В данном конкретном случае пересчет будет увеличен в связи с перерасчетом тарифов. Потому что вы прекрасно понимаете, индивидуальный подход, применяемый сегодня в субъекте при предоставлении этих льгот, при увеличении тарифов увеличивается доля расходов бюджета по предоставлению этих мер. С критикой в адрес исполнительной власти выступил председатель контрольно-счетной палаты. Он пояснил, на 1 ноября 2015 года на счетах муниципальных образований остается полмиллиарда рублей. Имеет ли такая серьезная нереализация средств объективные причины или же это недоработка чиновников на местах, еще предстоит выяснить. Если они не будут использованы до конца года, они будут возвращены в областной бюджет, и часть средств, та федеральная часть, будет возвращена уже в федеральный бюджет. Что ставит под вопрос реализацию той или иной программы, на которую данные денежные средства были выделены. По предмету первого чтения бюджет сбалансирован, соответствует состоянию региональной экономики, считает Виктор Смирнов. Большие надежды на федеральные поступления. Около 10 миллиардов рублей предполагается получить из государственной казны и 300 миллионов от фонда содействия реформированию ЖКХ. Экономика сегодня в непростом состоянии, но мы в любом случае ожидаем в следующем году роста валового регионального продукта по сравнению с тем, что имеем сегодня, и в любом случае рассчитываем на увеличение дохода. Полное принятие бюджета состоится при втором чтении. Проект со всеми его параметрами обретет статус закона и будет обязателен к исполнению. Продолжение следует...